В Североказахстанской области планируют построить 4 современных молочных комплекса и увеличить экспорт животноводческой продукции. А для эффективного использования земель сельхозназначения в рамках реализации 100 конкретных шагов часть площадей передадут в частные руки. На каких условиях можно получить участки, узнала Нургуль Ахметова. Вот это и есть наше богатство и наш экспортный потенциал мяса. Вот отсюда все идет. Василий Шкодин ничуть не жалеет, что стал заниматься животноводством и построил откорм-площадку. Здесь теперь 500 буренок и быков казахской белоголовой породы. В год государство выплачивает фермеру до 10 миллионов тенге субсидий. А недавно отсюда в Россию экспортировали первую партию мяса. Глава государства совершенно правильно говорит, что сельское хозяйство в целом это драйв всей экономики республики. Конечно должно быть все свое. Должно свое мясо быть, должно свое молоко быть. Сейчас североказахстанские аграрии готовятся к посевной. Зерновые планируют посеять на территории 3 миллиона 200 тысяч гектаров. Все эти площади пока находятся в аренде у хлеборобов. Но уже с июля вступят в силу поправки в закон, позволяющие выкупить сельхозугодие. В Бесильском районе на этот шаг решились уже 11 земледельцев. Ряд землепользователей, которые были предоставлены ранее земельные участки, планируется перевести из аренды частную собственность на площади 15 тысяч гектар. По льготной цене 50% от кадастровоценочной стоимости земельного участка с рассрочкой на 10 лет. Всего на севере страны планируют передать в частные руки свыше 600 тысяч гектаров сельхозплощадей, в том числе и так называемые земли запаса. Но выкупить их смогут только граждане Казахстана. Иностранцам угодия будут предоставлять в аренду. Нургуль Ахметова, Тулеген Иманов, Дмитрий Рура, Североказахстанская область, 24КИЗ.